Сейчас же заговорило несколько голосов. Нет и не может быть таких условий, которые заставили бы нас пойти на соглашение. Что же такое? Капитуляция? Я спрашиваю. Позорный конец всему прогрессивному движению. А я, господа, все-таки хотел бы, чтобы кто-нибудь объяснил мне цель этой войны. Вот когда немцы намнут шею, тогда узнаете. Э-э, батенька, да вы, кажется, националист. Просто я не желаю быть битым. Да ведь бить-то будут не вас, а Николая Второго. Позвольте, а Польша, а Волынь, а Киев? Чем больше будем биты, тем скорее настанет революция. А я ни за какую вашу революцию не желаю отдавать Киева. Петр Петрович, стыдитесь, батенька. С трудом постановив порядок, редактор разъяснил, что на основании циркуляра о военном положении военная цензура закроет газету за малейший выпад против правительства и будут уничтожены зачатки свободного слова, в борьбе за которое положено столько сил. Поэтому предлагаю уважаемому собранию найти приемлемую точку зрения. Со своей стороны, смею высказать, быть может, парадоксальное мнение, что нам придется принять эту войну целиком, со всеми последствиями. Не забывайте, что война чрезвычайно популярна в обществе. В Москве ее объявили второй отечественной. Он тонко улыбнулся и опустил глаза. Государь был встречен в Москве почти горячо. Мобилизация среди простого населения проходит так, что этого ожидать не могли и не смели. Василий Васильевич, да вы шутите или нет? Уж совсем жалобным голосом воскликнул Белосветов. Да ведь целое мировоззрение рушите. Идти помогать правительству, а 10 тысяч лучших русских людей, гниющих Сибири, а расстрелы рабочих, ведь еще кровь не обсохла. Редактор субтитров А.Семкин